Всем привет! Прошедшая неделя была плодотворна на VR-новости. Полторы тысячи километров за 50 дней, не выходя из собственного дома. Впечатляет? Сделать это можно, совместив шлем виртуальной реальности и Google Street View. Для тех, кто не в курсе, Google уже давно запустила десятки машин с панорамными камерами, которые делают реальный мир виртуальным. Подданный британской короной по имени Аарон решил прокатиться по родным просторам, не выходя из дома, с помощью велотренажера и VR-гарнитуры Galaxy Gear. Его цель – полторы тысячи километров примерно за 50 дней. Мы уверены, что родная жена и дети Аарона, если они у него есть, ждут возвращения любимого отца из такого продолжительного путешествия. Вообще, за виртуальной реальностью будущее. Раз – и ты уже на эльфевой башне, осматриваешься по сторонам, подключился к панорамной веб-камере и рассматриваешь окрестности. Два – играешь в дантиста, сидя в кресле, заглядывая тираннозавру в пасть в поиски молочных зубов. Три – ставьте лайк! Виртуальный мир крут, а что если сделать реальный мир еще круче? Этим уже несколько лет занимается компания Microsoft, работая над своим футуристичным девайсом HoloLens. Теперь разработка вышла на новый уровень. На прошлой неделе был показан ролик, в котором знакомые игровые и киноперсонажи предстают перед пользователем фирменных очков в виде довольно реалистичной интерактивной голограммы. Данная технология не только очень зрелищна, но и может быть использована для просмотра виртуальных рабочих столов или при обучении. Представляете, теперь, чтобы стать кардиохирургом, не нужно практиковаться на живых людях, порой абсолютно здоровых. Тем временем, одна американская компания планирует запустить первый в мире спутник виртуальной реальности. Он проектируется довольно компактным и с двумя панорамными камерами на борту. На низкую орбиту аппарат доставят в 2017 году, после чего начнется онлайн-трансляция видео из космоса для зрителей, оформивших платную подписку. Естественно, по большей части это задумано для пользователей VR-гарнитур, которые смогут в любой момент погрузиться в просторы космоса и полюбоваться красотами нашей планеты в высоком разрешении. Одна GoPro хорошо, а шесть в шесть раз лучше. Наверное, так же подумали создатели GoPro Omni. Девайс включает в себя сразу шесть камер GoPro Hero 4. Параллельно создается платформа GoPro VR, которая позволит загружать отснятый контент и смотреть его с помощью очков виртуальной реальности. Поэтому в скором времени YouTube, фирменный сервис и прочие совместимые платформы наводнятся вот такими панорамными видео, доступными для просмотра от первого лица и в 4К разрешении. Шесть GoPro не только в шесть раз лучше, но и в семь с половиной раз дороже. Подобный комплект обойдется в пять тысяч долларов. Вот так вот. Вот тут мы рассказали, стоит ли переплачивать за бренд. Посмотрите, это видео ответит на много вопросов. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, поддерживайте рубрику лайком и всем вам VR-гарнитур, чтобы можно было поиграть в дантиста с тираннозавром ну или покататься на гавайских волнах с... ну вы поняли. До встречи через неделю.